привет друзья как обычно тут ходил по магазинам искал себе ну так спиннинг на прошлой рыбалке тут один сломал спиннинг ну ловил там деревьях то все и короче при зацепе за ветку в общем-то обломал кончик но я его уже починил но не факт просто захотелось мне потрясти потрясти именно потрясти в магазинах вот именно подыскать если спинг который соответствует ну например для мормышинга причем не особо дорогой спиннинг ну чтобы устраивал хотя бы забросу там какой-нибудь мормышки 0 5 грамма хотя в метров на 20 вот трес ну я представляю что это такой спиннинг который забрасывает на 20 метров мормышки с тонкой леской там 008 006 ну это монофильная леска вот в общем то трес трес и ничего не нашел и так как я немножко умею делать спиннинги уже испытывал даже продал парочку вот решил сделать еще один спиннинг который бы устроил меня вот именно по фактуре ловли на мормышки на мелкие мормышки вот и купила себе удочку от этой фирмы удочка просто мне понравилось что тут во-первых настроим все сложный переходный момент когда переходишь от зимы к лету некоторые быстро адаптируются потому что ждут очень лето а мне все сезоны нравится и лету и зиму так сказать зимой прощаться сложновато и там с перволёт ком и там последним льдом и также когда летом со спиннингом с удочкой вот в общем то просто здесь эта фирма делает из чистого карбона практически 98 процентов карбон и соответственно тут эпоксидка составляет на два процента всего и тест хороший то есть она в меру жесткая тулочка 5 метров к вот в общем то тоже и тут разобрал потрес и мне она понравилась а для чего я купил ну сами понимаете что буду делать из нее что-то типа спиннинга уже кое-какие то подготовительные моменты я сделал потому что все-таки сидел размышлял как делать и у этого спиннинга есть очень хорошие такие спиннинговые удочки хорошие такие детали ну точнее всего одна деталь а в целом так как я самодельщик мне нравится делать в общем то вещи которые устраивают меня ну не только меня кто если вот пользуется моими снастями знает что это такое на больше зиме говорю потому что летних то у меня нет такого рвения делать много снастей я делаю для себя прям просто в кайф вот задумал сделал пяти частник пяти частником порыбачил порыбачил прямо на рыбалке в него можно сказать отняли ну правда за хорошую цену отняли вот потом сделать четырех частник тоже видео показывал тоже прям вот ну порыбачил порыбачил прям купили у меня прям его вот ну и соответственно мне появились средства которые на которые я могу что-то сам сделать из поговорка сапожник без сапог в данный момент у меня есть спиннинг производственный там ноль два грамма вот но он такой 240 и немножко жестковатый комель для вот именно для рыбалки на микрушинг хотя он бросает хорошо мормышки там до грамма там 05 может метров на 15 бросает такие в районе грамма там вообще пуля это далековато короче и ну раз даже и всплеска мормышки не видишь куда она упала но все равно не такой как бы мне хотелось бы вот беру я вот предпоследнее колено вот это последнее ну и по ходу как подготовить себе бланк до спиннинга такой какой я хочу вот этот комель он имеет длину хотя я уже не ну чтобы вы видели ну 89 сантиметров 89 сантиметров соответственно кончик тоже имеет 84 сантиметра то есть если состыковать их ну например шпикготом просто состыковать кончик то 89 и 84 получается метр шестьдесят метр семьдесят три получается но для меня этот вот честно говоря такой формат спиннинга ну может не привык я мне больше по душе вот где-то вот в районе 220 вот 2 10 но тоже немножко маловато и ну вот 220 где-то вот нормальный вариант так вот этот кончик можно использовать как шпигот для то есть вот вставили это надо зачистить естественно туда глубже ну блин и посильнее выйдет и вставить туда еще часть этого кончика для того чтобы упрочить то есть чтобы вот этот спик год он был немножко прочнее чем основной комель вот для будущего спиннинга вот ну так как этот кончик довольно-таки классный а у меня есть запчасти то я уже заранее заготовил шпигот и заготовил в общем-то готов кончик уже для своего будущего спиннинга то есть купил хлыст ком левой части диаметр 3 миллиметра и про практически такой же хлыст взял как вот от таких удочек в магазине ну выбирал его тщательно чтобы он там не трещал выбирать его вот таким образом пальцами сильно нажимаете и весь его так вот прокручиваете и малейший хруст треск значит он уже деформированный или ну в общем то есть трещины в нем и я так перебрал там может сколько там десяток в общем то кончиков и еще брал с собой штанген и замерял вот эту часть то есть удочки удочки вот этот от колена вот эту часть замерял чтобы эти часть приблизительно была вот ну одинакового диаметра вот это и вот это уже перемотал плетенкой для чего потому что когда спиннинг делаешь но есть желание его немножко изогнуть и бывают такие случаи что просто вот эта часть она проломывается шпигот прочный все прочные проломаются поэтому я заранее обмотал это плетеночкой здесь тоже плетеночкой обмотал также подогнал также помните 3 миллиметра выбрал вот у этого кончика тоже определенный диаметр допустим там и от хлыста 3 миллиметрового толщины в комле выбрал такую же длину толщину в общем то вот получается мне что тут где-то два с половиной миллиметра вот получился у меня вот здесь вот переходит естественно туда вставил шпигот двойной посадил это все на эпоксидку ну и пока временно примотал вот так же капроновой ниткой для чего для того что так же чтобы он работал на изгиб не ломался и в конце концов когда я буду ставить кольца я постараюсь подогнать так все чтобы кольцо стояла именно на этом месте тогда она во первых получится двойная фиксация там шпигот и плюс еще кольцо она будет как бы конструктивные прочность она тоже будет придавать этому соединению вот аж пигот я сделал двойной ну то есть он видите потолще просто ставил дополнительную часть туда чтобы она входила также на клей на эпоксидный все зафиксировал зачистил лак до карбона то есть он такой матовый практически нулевкой ощущал чтобы было видно что не перечищаешь карбон и только удаляешь лак вот и он меня как раз тут четко заходит сюда то есть вот и вот этот краешек ну как раз подойдет и войдет в нужную часть ну части бланка он будет у меня двухчастник вот соответственно я уже могу его вставить потому что в оружие немножечко подготовился чтобы не занимать ваше время вот надо сейчас еще засечь вот эту штуку то есть берем карандашик и замечаем насколько шпигот остается в теле его можно также подредактировать в плане того что когда мы будем вставлять на эпоксидку эпоксидки немножко нанести чуть чуть побольше и ну вот тут где-то сантиметр три с половиной даже четыре сантиметра будет находиться в теле нанесу эпоксидки побольше и чтобы он был вот даже замечу чтобы он был где-то хотя бы ну сантиметров но около пяти вот так эпоксидка встанет так как я ее равномерно нанесу наш пигот с прокручиванием то она встанет и практически будет сразу все отцентровано ну в теле так пока собираем все входит пока так вот дальше так как я уже вот эту часть собрал вот собрана часть длина ее ну принципе меня устраивает и рабочая такая характеристика вот ну вот если вот потрясти его то есть он отыгрывает нормально в меру жесткий ну и так как это удочка комли ну как бы последнее колено она тоже в меру жесткая я думаю что она подойдет именно для вот и как раз смотрите вот я по отметку сделал то есть если ну короче когда я ее зафиксируют таким образом мне что останется просто вот здесь немножко сточить чтобы она не полностью туда садилась то есть упора не было и он меня встанет как нужно то есть буквально там сколько тут ну миллиметров 5-7 я сточу кончика который я заготовил и соответственно он будет входить уже туда в натяг и будет довольно таки правильно фиксироваться вот теперь сейчас надо как него посмотреть как он будет работать вот то есть кончик ну в принципе вот отыгрывает в меру жесткий ну немножко там кривоватый но это еще когда я буду окончательно это все делать ну делать имеется ввиду покрывать эпоксидкой устанавливать кольца то есть это мы все скорректируем и жесткость проверим то есть проверяется жесткость вот вращаем только кончик надо это делать и есть ребро жесткости как бы у кончика вот нашел то есть дуга становится меньше при вращении вот ком левой части дуга становится меньше вот где-то вот такая жесткость теперь попробую посмотреть как это будет выглядеть вот ну вот почти ровный вот если вот по дуге то он все почти ровный ну так как это все таки будет самоделка стрелять я из нее не буду самое главное чтобы она хорошо кидала хорошо ловила а все остальное дело техники поехали дальше вот теперь снимаю я этот комель шпи год ну будем считать что он практически вот такой длины будет то есть вот как вот он есть выставлен практически там ноту убавлю его там сантиметров на 7 миллиметров на 7 теперь состыковываем ну там низ колено с кончиком и смотрим кончик оказался длиннее если я укорочу кончик то соответственно уже не будет вот этой чувствительности для игры мормышкой то есть он все равно такую как длина самая подходящая и по жесткости ну и по форме по формату теперь давайте померяем в общем то сегодня задача подобрать детали бланку и мы это вот сейчас делаем сейчас мы померяем что померяем кончик сам берем рулетку так и меряем пора съемки на улице делать на рыбалке вот смотрите сколько получается так тут хорошо примерно 112 112 сантиметров то 12 сантиметров значит нам надо еще добавить определенную длину а как эту длину нам прибавить но по сути дела по сути дела тут ну как коми опять шпигот вставлять так вот вот небольшой такой прям интересный момент ну просто решение но само по себе как пришло то есть берем удочку достаём следующее колено а решение пришло вот как раз вот когда удочку разглядывал когда сделал кончик ну то есть закупил все в общем то в целом ну сколько вот два кончика я купил они по сто десять рублей два кончика взял ну запчасти у меня еще остались тоже тоже как бы вот лишь пигота удочку купил за 1000 рублей вот эту карбон отличный хочется ловить на хорошие вещи конечно можно я уже прошел тот этап когда ну лишь бы сделать попробовать сейчас я делаю стараюсь сделать так чтобы оно было и красиво и комфортно и практично то есть вот берем колено это уже третье колено от кончика вставляем туда вставляем туда вот комель так теперь опять же заметим насколько он туда заходит этот комель потому что бывает ну как производитель не делает естественно цена 1000 рубля это ну не для очень качественного изделия поэтому могут быть какие-то огрехи вот и теперь посмотрим а заходит тут вообще просто минимум ну так как это толстая часть также можно будет сдвинуть на сантиметрик и зафиксировать эпоксидкой то есть я хочу сделать видите вот скотчем малярном же как бы наметил место это для того помните до метр двенадцать ну естественно шпи год он сколько у нас тут получается шпи год шпи год ну будет блин восемь с половиной сантиметров где-то но пускай 99 сантиметров шпи год то есть метр двенадцать минус девять сантиметров это получается метр три метр три и метр двенадцать ну где-то два пятнадцать получается длина и все зависит от того насколько шпи год будет не садится но в общем то в среднем где-то вот у меня получается длина спиннинговую два пятнадцать должна быть если я сделаю то есть здесь кончик вровень вставлю но принципе уже отмечено но проверить лучше проверить вот и где-то тут 5 миллиметров остается 7 это ну для чего чтобы тюльпан когда из поставок последнее колено не упирался в чехол для спиннинга в общем то вот практически вот здесь ну еще здесь я немножко когда же буду эпоксидкой заполнять не совсем до конца не совсем до конца и туда буду затягивать то есть также с прокручиванием как только почувствую что она встала и остановлюсь где-то вот вот таком положении то есть чтобы был карбон и не было шлифованного места пускай она задействуется для склеивания вот ну чё купили вещь ни разу так сказать не ловили на нее сделал один туп какой-то моментик рабочий сегодня и покажу маленький лайфа лайфхак беру надфиль он уже уработанный то есть немножко грани зашлифованы но вы знаете вот когда очень там там новый надфиль он конечно пилит здорово но можно натворить делов а когда он немножко похуже пилит вот эти как раз возможность исправить те ошибки при спиливании вот я поставил ведро мусорная и соответственно начинаю делать пропил как бы вот купил удочку и сразу и начинаю ломать но одно из важных для меня вещей почему мне ну не жалко можно было бы половить на нее там у меня удочки более более-менее такие надежные достаточно хорошие то есть я пропиливаю вдоль этого скотча малярного равномерно колечком ну давайте я наверно поставлю на на паузу чтобы камера шатается вот и соответственно я пропилю и потом дальше поговорим ну вот пропилил теперь надо это все дело зашкурить чтоб все было красиво и эстетичный переход был плавненький но для этого нужен шуруповертик с насадочкой по кругу все делается на коленке конечно там где-нибудь заражею мастерской было бы быстро эффективно ну блин дома все таки не знаю тем более когда дома никого в данный момент нет вот в общем то вот карбончик такой в меру толстенький то есть как бы не просто так то есть прочненький практически комель готов наверное с вами этот спиннинг соберу ну естественно частично что-то я буду чтобы не задерживать там много внимания вашего частично сейчас вот зафиксируем чтобы все попробовать потрясти как вот я и говорил я здесь уже сделал вот эти скрутки ниточкой усиления для того чтобы можно было этот бланк как бы немножко в деле на потрях попробовать кстати надо вот еще что сделать очень важный момент очень важный момент момент этот важный вот такой берем весы потому что когда мы собираем что-либо собираем это что-либо состоит из частей и в целом вот например сейчас мы узнаем сколько весит наш бланк так ведро убираем а нет еще нужно все нужно включаем в граммах в граммах теперь так чтобы мне ничего не задевало ну вот почти почти 25 грамм почти 25 грамм ну хотелось бы конечно сделать спиннинг чтобы он был где-то грамм 60 то есть еще от навесов всяких мне надо сделать на 35 грамм навесов то есть эпоксика колечки катушка-держатель на 35 грамм но 25 грамм это уже результат то есть как бы неплохой смотрим дальше так теперь я возьму так камеру и на потрях но в целом вот то есть но естественно это конечно комель где-то вот здесь вот будет у меня вот здесь вот где-то будет будет катушка так ну в меру такой знаете приятный получился у меня сейчас небольшая маленькая вибрация есть этот от шпигота потому что я его так сильно туда не зафиксировал это ни к чему но факт остается фактом смотрите комель работает хорошо он для 25 грамм вот это утолщение она будет в ручке и вот этот переход который у меня тут есть ну то есть стык он не я думаю пригодится это будет как раз вот конец ручки держатель для катушки ну и соответственно здесь чего-нибудь тыльничек придумаю посмотрим что тут будет я не люблю маленький очень все будет зависит от того как он будет сбалансирован а вот кольца катушка катушка-держатель и хотелось бы чтобы он приблизительно сейчас у меня катушка есть приблизительно приблизительно так вот если придержать его в принципе чтобы он был вот до руки чтобы можно было им управлять то есть чтобы он не упирался в локоть где-то длина будет вот такая ну сколько тут сантиметров ну в районе 30 от комля до катушки впереди тут по сути дела будет только буквально там маленькая штучка куда не фиксируется катушка ну что вот ребята бланк готов ну то есть что мне для этого понадобилось вот удочка жесткость неплохая а вот этот небольшая кривизна но это это все таки я покупал этот хлыст оттуда покупал ну как он прочный по диаметру подходит но производитель на запчасти естественно очень хорошие вещи не будут на продажу выпускать поэтому приходится радоваться тому что нашел что у меня по толщине все подошло и в то же время что такое мормышинг совсем в кувшинках в траве им ловить не будете потому что любая любая поклевка рыба чуть-чуть в траву завела это уже обрыв в кувшинках тем более крючки цепляются за кувшинки очень даже поэтому мормышинг в основном где-то ищется практически чистая вода там где нет вот этих возможностей для зацепа вот а соответственно прям точность там до полуметра она роли наверное не играет ну точность заброса это вот не то что там вот например в кувшинках ходишь и например блесенку надо вот четко прямо кошка попасть вот это другой разговор а здесь вот эта кривизна может повлиять на точность заброса но для мормышинга это не актуально для микроджига ну практически тоже потому что говорю любое движение рыбы там тоже карась тот же окунь он если в траву зашел то сложную вытащить если мормышку он полностью не заглотил ну что ребята вот в общем то с комлем я пока закончил следующее что я буду делать вот именно для спиннинга но буду найду из чего сделать держатель для катушки пробки у меня есть для тыльника и там доделки пробки от шампанского вот ну и потом буду подбирать кольца может быть это за один за одно видео покажу а сейчас еще один такой моментик то есть вот у меня все есть вот то есть я уже удочку испортил обратного пути нету вот я вот обрезал ее вот она испорчена что еще сделаю ну сейчас сейчас увидите вот лайфхак так как мормышинг это тонкие снасти маленькие веса маленькие крючки соответственно зацепистой этого всего и возможность оборвать рыбу даже при уваживании или даже при уже около берега при вытаскивании очень велика и поэтому не мешало бы иметь еще в арсенале подсачник как ни крути руками брать здорово но большой процент рыбы такой более-менее крупненькой уходит то есть вот обработал немножко вот и когда-то когда еще не было карбона я делал такие маленькие подсачники для карася ну там ловить на легкие удочки для карася просто брал колено от бамбуковой удочки вставлял туда вот этот подсачник можно изолентой там немножко фиксировал или даже леской чуть-чуть там узелок делал чтобы она не влетала вот подсачник именно вот таких ну естественно сейчас как бы более надо компактно все собираться чтобы все не мешало в рюкзак убиралась и вот надо сделать ручку телескопическую которая состоит из трех колен то есть вот этот момент сейчас посмотрим то есть я подберу диаметр то есть где-то сколько то тут отрежу подберу диаметр чтобы вот этот подсачник входил сюда в комель так как у меня еще есть вот эта часть которая позволит мне ручку немножко удлинить мы сейчас все как раз и посмотрим что это такое будет у нас надо сделать так чтобы он убирался у меня в рюкзак подсачник потому что сами знаете чехол и подсачник громоздкий тоже не очень хорошо есть конечно там компактные складывающиеся подсачники так вот ну допустим у меня по комлю по толщине где-то будет сейчас мы посчитаем посмотрим вот толщина это выходить будет здесь это ну медная трубка там все заплющены кончики вот этой столистой проволоки и соответственно все сделано вставки пластиковые залиты эпоксидкой то есть это как надежный он не проворачивается ничего и вот и здесь мы возьмем где-то по полтора миллиметрика от краев ну вот то есть мы смотрим по диаметру диаметр трубки меньше чем диаметр карбона вот где-то вот здесь мы обрезаем но так как это тоже буду наверное на эпоксидку сажать внутрь если ничего другого не придумаю вставаешь нишу вон туда вот это входило ну карбон естественно хрупкий надо будет уплотнить и то есть можно сделать подсачник где-то будет вот в районе метра ручка то есть также вот эту часть отпилю и получится ручка в районе метра так что вот лайфхак из телескопа можно делать это то есть 50 сантиметров ну-ка померяем сразу все тут гадаю смотрели мы вот здесь вот на на 80 сантиметров до то есть ручка будет ручка будет сама в сборе 40 сантиметров вот такой кусочек вот 40 сантиметров а подсачник можно сделать чтобы он раз убирался и он как раз рюкзак туда уберется и также вставлять а фиксатор ну то дело техники фиксатор можно по-любому придумать вот ребят лайфхак телескопический подсачник удобный слишком и сделать так чтобы он когда вы посадке вот здесь вот собрали чтобы здесь он прям вставлялся четко в ком левую часть и не прокручивался это тоже можно сделать буквально там или подмотка или пластик просверлить подогнать тот же капролон подогнать сюда чтобы он вставлялся то есть фиксировался и тогда можно будет ловить подсачником маленьким если там например в воде или там удобно место и также можно его будет раздвинуть прям буквально при необходимости и он будет более-менее метровый то есть вот все хорошо удобно у меня есть длинный подсачник то есть из телескопа тоже 5 метровый сделан там три колена получается где-то три с половиной метра подсачник вот он не выручает особенно в траве помню карпионка тут поймал на два с лишним килограмма прям вот в траве и чтобы его вытащить это просто было на 6 метровую удочку чтобы прям если бы не подсачник наверное я бы не вытащил потому что он намотал столько травы что просто много короче ладно в общем то в следующем видео также буду готовиться не знаю когда она выйдет буду готовиться сделаю дальше будем делать спиннинг с вами ну до новых встреч на рыбалке может придет время когда буду испытывать этот спиннинг до новых встреч на рыбалке друзья спасибо за лайки спасибо за хорошие отзывы спасибо ребят что вы со мной